И еще комментарий насчет приема черного тмина. Значит, пользователь написал, начал принимать черный тмин, через несколько дней прилив сил и энергии, а через пару дней упадок сил и энергии. Посмотрим, что получилось. Вот уже недели полторы нет сил и энергии, как выжатый лимон. Как думаете, Геннадий Петрович, упадок сил может быть из-за черного тмина? Я думаю, что все может быть. Может там какие-то процессы идут, и поэтому сил нет. И это может быть. И вот вначале пил по чайной ложке, а сейчас по половине. Не начните, если вы принимаете тмин, начните буквально-таки лучше всего с одной трети. И смотрите, как реагирует ваш желудочно-кишечный тракт. То есть, чтобы исчезли там, если у вас было ранее газы, вздутие или еще что-то такое, опа, оно значит исчезло. Плюс, стул у вас стал оформленным, колбасообразным. Это говорит о том, что нормально. И если же вы, продолжая принимать, чувствуете, что, допустим, стул у вас не становится нормальным, он по-прежнему какой-то жидкий, по-прежнему у вас газообразование в животе, Добавьте дозу этого тмина, добавьте. Не слишком много, но добавьте. И далее смотрите, как, что у вас получается. Ага, выровнялось. Никаких бурчаний. Пищеварение нормально. Стул колбасообразный. Примерно прошел месяц, и вы начинаете замечать, что стул у вас становится более твердый, более сухой. Это говорит о том, что как раз тмин подсушивает содержимое желудочно-кишечного тракта, ведет к обезбоживанию. Значит, что? Надо его меньше. Уменьшайте. И таким образом регулируйте, чтобы опять он у вас стал колбасообразным. Уменьшайте дозу. Что-то получилось такое, что расстроился, вы больше. То есть, вот этим надо заниматься. И он в основном направлен на то, чтобы улучшить ваше пищеварение. Естественно, от улучшения вашего пищеварения начинается улучшение и всего, работы всего организма. Здесь же я не знаю, что там произошло, потому что вот пишут со стороны энергии. Ну, энергия – это хороший, конечно, такой показатель. Но для того, чтобы более точно ориентироваться, вы должны понимать, что есть еще какие-то мелкие показатели, такие как бурчание в животе, прекрасный аппетит и плюс на свой стул смотрите. Многие не смотрят. Пошли в унитаз, что-то там выделили и не интересуются. И все. Следить надо. Вот машину смотрят, а как там работают цилиндры. Все ли топливо сгорает или нет, как-то отрегулируют все это дело. А мы же не, ничего тут мы не регулируем, оно там само регулируется, якобы. На самом деле это не так. Вот, чем это связано, вот еще вот эти вот процессы надо посмотреть. А потом уже можно судить. Потому что просто ориентируясь только на какой-то один показатель, сказать трудно, что там произошло. Может быть действительно чрезмерно много этого тмина. И что сначала был такой эффект, а потом наоборот. Может быть еще какие-то там факторы. Еще там. То есть огромное количество различных влияний на нас. И надо очень правильно ориентироваться. Это повлиял ли тмин? Или это повлияло что-то другое? И дополнительно, ага, у меня тут не бурчит, стул нормальный, значит это что-то другое повлияло. А если у меня, значит это, стул стал жесткий, натуживание, значит тут уже тмин начинает работать. Не в ту сторону. То есть я опять-таки вам хочу сказать. Вот, организм он существует вот в таких вот условиях нормальных, здоровых, оптимальных условиях. Как правило, у человека, который чем-либо начинает заниматься, дабы поправить свое здоровье, у него имеется сдвиг. Вот такой. И если он что-то принимает более-менее правильно, то он все это дело сдвигает, сдвигает. И только раз, стал в рамке нормального. Все хорошо думает. О, грубо говоря, сыроедение, сейчас я буду принимать. А потом видит, что что-то получилось не то. То есть тех отклонений в здоровье, которых ранее не было, они появились. А те, которые были, исчезли. Непонятно. А что, что? Перегнули пал. И вот здесь-то, вот здесь-то, важно понимать. Ага, если вы там сыроедческий рацион применяли, так вроде как он хорошо повлиял, а потом начинает это. Значит, добавляйте потихонечку каши, добавляйте овощи там, те же там тушеные. И отрегулируйте и так, чтобы вы вот здесь вот стояли. Это же касается и движения. Это же касается и распорядка дня, чтобы вы вписывались вот в эти все биоритмы. Ну и естественно работа со своим собственным сознанием. Это трудно, легче всего кого-то там поучить, заметить за чужим человеком его ошибки и при этом свои собственные явные не видеть. Вот Артём Фёдоров опять из Казахстана, он на это ответил. Видимо паразиты начали дохнуть из дотмина и их токсины, продукты распада в организме. Ведь вот и вызывает такое отравленное состояние. Я помню, Петрович как-то рассказывал про подобный эффект, когда они дохнут на голоде. Дохнут на голоде. Может быть и такое. Может быть. Поэтому смотрите опять-таки на свой стул. А не выходят ли эти паразиты, как вот, допустим, у Серджио вы видели, как, допустим, в других там фотографиях, когда там вываливались вот эти сгустки полу разложившиеся вот этих вот аскорит, этих каких-то там клубков непонятных. То есть на это тоже надо обращать внимание. Потому что, да, человек, вернее, организм накопил сил, он справился с тем заболеванием, которое там есть. Допустим, даже если паразитану что-то там убил, а надо же это всё вывести ещё. И вот этот процесс выведения, он как раз, это всё должно там отгнить, оторваться и потом выброситься. На это всё уходит энергия, а после чувствует нормально. То есть ориентируйтесь в своём собственном здоровье. Я, конечно, вам буду помогать. Ну, вот такие вот дела. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.